Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Илья Яббаров решил высказать Анастасии Голд все, что накопилось у него за полгода отношений с этой участницей. Оказывается, Яббаров жалеет, что слишком доверял Насте и покрывал ее, делая вид, что поверил в искренние отношения Насте к маленькому Богдану. Уже была новость, что Голд разоблачили, но в вечернем эфире Дома 2 Анастасия поссорилась с Ильей и довела его до бешенства. Шансонье решил сбежать за периметр, но Ольга Бузова запретила Яббарову покидать или проект Дом 2 – место, где живет Алена с сыном Ильи, как выразилась ведущая. После всей грязи, которую Илья и Настя вылили друг на друга, они вместе отправились в Саратов по печальному поводу. И там Яббаров написал в социальных сетях, что Голд для него близкий человек. Ну а кто, кроме близких людей, будет терпеть такое отношение? Странно, конечно, что пара не распалась, но впереди у них еще много веселых моментов, необходимых для шоу. Вы заметили, что с тех пор, как стало известно про новый проект Валерия Комиссарова «Битва престолов». На телестройке участники будто с цепи сорвались, ерчат и ссорятся, провоцируют и конфликтуют. Неужели руководство Дома 2 боится потерять часть телеаудитории из-за шоу конкурентов? Теперь звезды, вроде Саши Черно и Ябарова, стали ценны как никогда. Пришла новость, что реалити-шоу Дом 2 покинули сразу три девушки – Олеся Семиренко, Кристина Хамраева и Юлия Рязанцева. Интересно то, что этих участниц незаметными серыми мышками точно не назовешь, но пришлись не ко двору. Или у Олеси Семиренко, ставшей участницей потасовки «На острове любви», закончился оговоренный создателями телешоу «Срок нахождения на телестройке», о чем говорили в эфирах островитянки. И теперь она вернулась к привычному образу жизни, отказавшись от фиктивных отношений с Сергеем Захарьяшем. Пиар получила лицо на телеэкране засветило «Пора и честь знать». Заодно все могли убедиться, что не получилась из нее яркая и интересная участница телешоу, несмотря на все старания ведущих и Сергея Захарьяша. Кристина Хамраева благодарит проект в социальных сетях за новый жизненный опыт, хотя удачным его назвать сложно. Ни кредиты не погасила, ни кавалера себе так и не нашла. А вот из Юлии Рязанцевой, оставившей ради проекта, если верить слухам в сети, мужа и ребенка, могла бы получиться интересная участница. Своеобразная Юля, но, похоже, Дмитрию Тузову в срочном порядке подобрали новую партнершу Татьяну Строкову. Теперь не только массовые приходы будем наблюдать, но и массовые уходы с телестройки. В последние недели Александра Черно активно ругается не только с коллективом и своим супругом Осипом Аганесяном, но и с ведущими. Не так давно девушка позволила себе хамить Ксении Бородиной, а вот на семейном совете «Спаси свою любовь» досталась Андрею Черкасову. Хамство будущей мамочки достигло своего апогея. Саша не просто отказалась прислушиваться к мнению ведущего и не стала отвечать на его вопросы, активно вставляя в разговор матерные словечки, но и фактически довела Черкасова до нервного срыва. Впрочем, сменивший коллегу Влад Кадони быстро заткнул подопечную. Так Черно Кадони назвал зажравшимся чудовищем. Влад заверил, впредь никто из ведущих не будет считаться с беременной участницей, тем более, что она сама перешла рамки дозволенного. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. У нового избранника Алены Савкиной есть прекрасный повод в любое время покинуть реалити-шоу. Он не до конца честен с ведущими проекта, но уже поделился с журналистами тем, что его тревожит и затрагивает душу. Денис Макраусов скрывает от родителей свой приход на Дом-2. Родом мужчина из города в Молдавии и его родня ничего не знает о такой передаче. Возлюбленный младший Рапунцель и сам не заметил, как попал под камеры. Он делал рекламный массаж Дмитрию Дмитренко, который лечил больную спину и посоветовал массажиста Алене. Ну а там уже завертелось и Макраусова неожиданно затянула в совершенно незнакомый мир масок и провокаций. Участнику до сих пор сложно адаптироваться и привыкнуть к большой семье Рапунцелей. Но он не сдается, потому как Савкина покорила его сердце. О своей новой жизни Денис не рассказал ни родителям, ни родственникам или друзьям. Знают о его участии на проекте только 3-4 человека, что наводит на определенные мысли. А нет ли у него желания так же быстро и незаметно уйти, как и пришел? Раствориться в московской суете во время одного из выездов за периметр. Алена жизнерадостная и легкая в общении, заряжает положительными эмоциями, делится Денис своими впечатлениями о Савкиной. Но что будет, когда Макраусов узнает молодую мамочку с другой стороны? Увидит старые нарезки ее теплого общения с Ильей Ябаровым? Или она узнает о нем какие-то сведения из прошлой жизни? Есть ли у Дениса куда бежать и где прятаться? Михаил Гаврилов и Ксения Волкова пытаются строить отношения на острове любви. Но не все в паре идет гладко. Создается впечатление, что Гаврилов настолько тяготится этой любовью, что время от времени выходит из себя, позволяя повысить голос на Ксюшу или даже поднять руку. Возможно, Михаил и впрямь является домашним тираном. Ведь Волкова в отношениях с ним совершенно стерлась и совсем не похожа на ту девушку, которая появилась на яхте любви, удивляя участников своим оптимизмом и непосредственностью. Ведущий Антон Бекушев не смог оставить без внимания проблемы, возникшие в этой паре, и сегодня решил вплотную заняться тем, чтобы оказать помощь Волковой и Гаврилову. Но к удивлению ведущего выяснилось, что Михаил вовсе не нуждается ни в советах Бекушева, ни в его помощи, о чем Миша в ему хамской манере заявил в дневном эфире с острого любви, в буквальном смысле заткнув рот ведущему. Как вы считаете, последуют ли в адрес Гаврилова какие-то санкции за то, что тот оскорбил ведущего? Или же Антон не станет мстить участнику? Супругу Ксении Бородиной никак не могут простить статус Альфонса. Мало кто сомневается, Курбан Амаров нигде не работает и не имеет никакого дохода. Вместо этого мужчина сходит с ума от скуки, параллельно присматривая за дочерью Теоны Амаровой. По сети уже гуляет шутка о коте Шантике, которого якобы дрессирует Амаров. И судя по всему, травля мужчины многим пришлась по душе. На вопрос о том, что делать с мужчиной, который занят воспитанием кота, уже ответила Юлия Ефременкова. И теперь свои 5 копеек вставил Михаил Терехин. По словам Миши, питомец Бородиной не нуждается в дрессуре, ведь в свое время он лично занимался этим вопросом. Впрочем, Михаил не отрицает, кот мог отбиться от рук. Ведь как ни крути, это именно он был лучшим из лучших в жизни Бородиной. В прошлом Ольга Бузова нередко страдала из-за насмешек о своей груди. Ведущую Дома 2 сравнивали с мальчиком-подростком. Кроме того, пользователи социальных сетей открыто предлагали Ольге подумать о пластической операции, которая могла бы исправить ситуацию. В последнее время с бюстом Бузовой проходят странные метаморфозы. Так еще на отпускных фото из Таиланда подписчики заметили, как подросла грудь звезды. И свежее фото с поляны наглядно показало, насколько роскошными стали ее формы. На снимке Оля расстегнула пиджак и специально продемонстрировала грудь, пока остается загадкой, прибегла ли Ольга к пластике, как ей давно советовали, или всего лишь подобрала удачное нижнее белье. Сама Бузова вопросы на этот счет пока игнорирует. Окрыленная новыми отношениями, Алена Савкина все же пообещала не торопиться. Девушка почти убедила коллектив и ведущих в том, что отношения с Денисом Макраусовым будут развиваться по совсем другому сценарию. Так Алена буквально клялась максимально долго оттягивать волшебство, а заодно и завязывать с горячительными напитками. К слову, последнее обещание Алена уже не сдержала, а вот до интима не дошло лишь благодаря порядочности Макраусова. Накануне Денис дал интервью, в котором рассказал о домогательствах молодой мамочки. Судя по всему, заявившись в мужскую спальню, в ночи Савкина хотела не просто позвать Макраусова на вечеринку Милены Безбородовой. Девушка в прямом смысле этого слова полезла бойфренду в трусы. Вот только сам Денис, его слов, отказался начинать отношения с грязью, позаботившись о репутации избранницы. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Субтитры сделал DimaTorzok